Дворец спорта Народного собрания Расула Табиева Они мечтали побывать в Карачаево-Черкесии Жительницы Москвы и Вологодской области Выиграли батарею и бесплатно посетили Донбай Здравствуйте на телеканале Россия 24 Информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия С вами Мурат Женкезов Развитие гидроэнергетики в Карачаево-Черкесии Включено в модель экономического развития Как один из прорывных проектов Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на ежегодном отчете в Государственной Думе Премьер-министр отметил о существенном увеличении Надежности энергетического комплекса на Кавказе Это стало возможным благодаря введению в строй Новых объектов инфраструктуры Так год назад Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесию Дал старт вводу в эксплуатацию двух красногорских малых гидроэлектростанций Их запуск важен как для экономики Карачаева-Черкесии Так и для всего СКФО О необходимости активного развития малых ГЭС Ранее говорил президент России Это одно из приоритетных направлений Которое помогает уменьшить нагрузку на экологию Сократить вредные выбросы в атмосферу Несмотря на новые вызовы Правительство продолжает реализацию государственной программы Поддержки возобновляемой энергии Взаимодействие в сфере имущественных и земельных отношений Обсудили в Москве глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов И руководитель Росимущества Вадим Яковенко На встрече подняли ряд актуальных вопросов По эффективному использованию федерального имущества На территории Карачаева-Черкесии По результатам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве Направленном на укрепление промышленного, сельскохозяйственного и туристического потенциала республики За последние пять лет в республике более 400 начинающих фермеров Получили господдержку по проекту Агростартап Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов Он также сообщил, что в этом году планируется поддержать еще 36 Вместе с развитием фермерских хозяйств создаются и новые постоянные рабочие места на селе Так, благодаря Агростартапу с 2019 года трудоустроено 430 человек Развивать аграрное дело, создавать полноценное фермерское хозяйство Помогает Агростартап Грантовая поддержка от государства для начинающих фермеров Во всех городах и районах Карачаева-Черкесии пройдут коллективные ифтары Главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова Накануне в Черкесске в штабе общественной поддержки президента страны Владимира Путина В коллективном разговении приняли участие депутаты Народного собрания республики В лице парламентария Расула Чумаева Депутаты взяли на себя не только расходы на организацию ифтара Но и сами же приготовили угощения Вкусный рассыпчатый плов и мясо по-горски приготовил депутат Адам Гачияев А с наступлением времени молитвы постящиеся совершили намаз В приветственном слове заместитель председателя парламента Дагир Смакуев Поздравил присутствующих с месяцем рамазан Пожелал добра и духовного очищения В ифтаре приняли участие и сотрудники аппарата Народного собрания А также гости и приглашенные Напомним, большой республиканский ифтар главы Карачаева Черкесии Состоится 9 апреля в Черкесске Такие мероприятия способствуют сближению и межрелигиозному Здесь есть всех национальностей, вероисповеданий разные Все мы вместе организованно пришли и проводим вот это мероприятие Это я считаю очень благое мероприятие Мы иногда бывает не всегда довольны друг другом Вот эти мероприятия именно сеют добро, сближают людей Если даже кто-то на кого-то обижен, прощается в этот день И мы становимся ближе Я с удовольствием принимаю участие в таком хорошем мероприятии Ифтар У нас общие традиции, общие праздники И мы все народы, проживающие в Карачаево Черкесии С удовольствием их соблюдаем и поддерживаем Мы хоть и представляем разные народы Карачаево Черкесии Но мы едины в одном Все мы хотим добра, красивой жизни нашим детям, нашим старшим Здоровья крепкого всем нам И все те светлые мысли, которые прозвучали в этот месяц Рамадан Пусть они сбудутся Накануне прошли публичные слушания по генеральному плану Черкеска Проектировщики представили свое видение того Какой может стать оригинальная столица лет через 10 О планах на будущее города в сюжете Артура Мхце Город будущего Каким, по версии проектировщиков, станет Черкеск лет так через 10-20 Своё видение властям республиканской столицы на публичных слушаниях Продемонстрировали специалисты Нижегородского научно-исследовательского института Который охватывает 72 региона И имеет за плечами порядка полутора тысяч проектов Основная проблема, куда развиваться городу Мы предложили несколько площадок Под развитием многоэтажного жилого строительства И, конечно же, основная проблема Это большая плотность населения И обязательно учет парковочных мест Мы постарались тоже это учесть При создании новой редакции генерального плана Был сделан анализ существующей социальной инфраструктуры Получена информация от профильных служб Постарались учесть и мнения горожан Так, по словам экспертов, помимо жилых застроек Черкесску не хватает детских садов, школ А также площадей под спортивные объекты А вот нормативам по минимальному количеству зелёной зоны На одного человека город полностью соответствует Дело в том, что стратегия развития города Черкеска Была пересмотрена в части именно развития жилищного строительства На территории города Черкеска И обязательно предусмотрены требования По координации территориальных зон На территории города Черкеска Мы постарались учесть и разработать документ С учетом всех требований законодательства Публичные слушания по генплану Своего рода информирование о перспективном преображении облика Черкеска Теперь идеи проектировщиков будут рассмотрены Депутатами городской думы на ближайшем заседании В случае одобрения новая редакция генплана пойдет в работу Артур Махцелек Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия Они осуществили мечту побывать в Карачаево-Черкесии Ирина Староверова и Ольга Волкова Во время церемонии открытия экспозиции нашей республики На выставке в форуме «Россия» решили поучаствовать в батарее И выиграли сертификат туристической поездки в Дамбай Победителям предоставилась возможность Бесплатно добраться из их регионов в Карачаево-Черкесию И отдохнуть в горах Чем запомнилось путешествие, расскажет Дарья Тендит Ольга Волкова из Москвы и Ирина Староверова из Вологодской области До последнего не верили, что стали обладательницами заветной путевки в Дамбай Однако по приезде все сомнения растаяли Ольга и Ирина были поражены красотой этой местности Последний день пребывания они решили прокатиться по канатной дороге Поднимаясь выше, перед ними открывался вид на заснеженные горные вершины Волшебная Карачаева-Черкесия приманивает своими красотами И создает магию мест так, что хочется сюда вернуться вновь и вновь Девушки не могли подобрать слов, чтобы передать всю волшебную атмосферу Зимнего курорта и кавказского гостеприимства Перед глазами Ольги и Ирины развернулся уникальный панорамный вид на горы Они делились впечатлениями и обсуждали увиденное Впечатления у нас потрясающие Впервые здесь оказавшись, нам понравилось буквально все Во-первых, замечательный воздух, красота, от которой мы до сих пор не можем отойти И смотреть, и смотреть хочется Добрые люди, кстати И очень добрые люди, очень отзывчивые, замечательные люди Они встречались нам буквально везде Ольга и Ирина за три дня в полной мере ощутили все прелести горного отдыха За несколько дней нахождения там жизнь туристок заиграла новыми красками Еще находясь в Донбайе, они уже стали планировать новое путешествие и обратно Ваш заповедник в Тибердинске В Тибердинске мы туда спустились Там все посмотрели, все-все-все обошли Зверей покормили Потом спустились, нам сказали, здесь озеро есть И мы, значит, каракюль, озеро смотрели Обошли все озеро, там пофотографировались Обязательно вернемся Мы обязательно вернемся, да Мы изучим до конца, мы хотим еще съездить в Архыз Нам очень хочется попасть на водопады В Пятигорске Пороша межрегиональная школа гражданской активности СКФО Организованная Союзом Женщин России Об этом мероприятии и о работе Союза Женщин в целом Нашему корреспонденту Белли Джазаевой Рассказала председатель Союза Женщин России по Карачаево-Черкесии Марина Барлакова А я с вами прощаюсь, всего доброго